Депутаты и общественники решают судьбу тарифа на проезд. В Караганде начала работу временная комиссия. Ознакомимся со всеми автопарками, перевозчиками, визуально. Затем затребуем документы, которые нам предоставит исполнительная власть. Городские свалки завалены контрафактной продукцией. Если была реализация в безлицензионном формате, то есть без наличия лицензии, была и соответствующая реализация, и были задержаны соответствующие лица, и, соответственно, имущество было подвергнуто конструкции. С завтрашнего дня в Караганде отменят три автобусных маршрута. Уководством ведется переговоры с третьим автопарком. Нет опрещения при остановлении этих маршрутов. Экс-чиновник, совершивший ДТП со смертельным исходом Ерлан Утешев, не лишен водительских прав. Об этом сообщает Казинформ. Административное дело в отношении бывшего руководителя областного управления энергетики ЖКХ органы внутренних дел не передавали в суд. Напомним, авария произошла в ночь на 16 февраля в Караганде. В ДТП погибла 53-летняя женщина и пострадали три человека. Виновником аварии признан чиновник, который в тот момент, как показала экспертиза, был пьян. Уголовное дело прекращено, стороны примирились. И вот теперь выяснилось, что административное дело в отношении Ерлана Утешева органы внутренних дел не передавали в суд. Водительских прав экс-чиновника не лишили. В Караганде начала работу временная комиссия по согласованию тарифа на проезд. Сегодня депутаты и общественники побывали сразу в двух городских автопарках. Члены совещательного органа лично смотрели, чем живут и как работают перевозчики. По итогам выездов будут вынесены рекомендации городскому маслехату, насколько обосновано требование автопарков повысить цену на проезд. Это диспетчерская третьего автопарка. Здесь без труда можно узнать, какая поломка у автобуса. Стоит лишь ввести в базу данных госномер. Неисправный транспорт на линию не выпускают, уверяют перевозчики. Насколько тяжела и неказиста работа автопарка сегодня показали членам временной комиссии. Ознакомимся со всеми автопарками, перевозчиками визуально. Затем затребуем документы, которые нам предоставит исполнительная власть, не автопарки. Изучим все документы, потом примем решение. Решение временной комиссии, это рекомендационный характер имеет. Маслехат на сессии примет потом решение. Здесь все вычищено до лоска. Визит комиссии будто долго ждали. Показали и боксы техобслуживания, и собственную прачечную, и учебный комплекс. Чтобы содержать хозяйство в порядке и обеспечить пассажиров качественными услугами, необходимы средства. Тариф 50 тенге, как утверждают перевозчики, не покрывают расходы предприятия. Есть протокольное решение тарифной комиссии. Там обозначено, с учетом существующих цен на тот момент, тариф составлял 81,6 тенге. С округлением до 80. Такое протокольное решение есть. По нашим расчетам, которые мы подавали, тариф 83. Сейчас вопрос стоит о повышении тарифа на проезд до 70 тенге. Но даже эта сумма вызывает негодование у карагандинцев. Состояние автобусов не устраивает, интервал движения большой, да и качество обслуживания хромает, говорят горожане. С последним согласился один из членов совещательного органа. В тариф входит и культура обслуживания. Но, к сожалению, культура обслуживания населения очень низкая. Водители кондитера хомят. Водители, вот те, которые следуют в Майк-Дук, начиная от моста с ХМК, ведущего до садари, устраивают гонки. Разговаривают по сотовому телефону. Это серьезная предпосылка к дорожным происшествиям. Вот я хочу через вас обратиться и к инспекторам дорожной полиции. Вы хоть одного водителя, который разговаривает по сотовому телефону, задержали и не задержали. Пусть ответит мне начальник дорожной полиции. А это уже другое предприятие. Пассажироперевозчик МОНАСС живет скромнее. На балансе автопарка всего два городских маршрута – 31 и 014 и несколько пригородных. На доход персонал не жалуется. Однако в планах перевозчика поднять зарплату подчиненным и обновить подвижной состав. Не секрет, что на это необходимы приличные суммы денег. Тариф, я сразу скажу, что он вообще не обеспечивает, потому что, согласно себестоимости, мы только, если 83 тенге, согласно наших расчетов, чтобы обеспечить повышение зарплаты водителям, чтобы они получали большую зарплату, соответственно, кондукторам поднять зарплату – это то. И по вот этим, то, что мы просто не покрываем расходы, топливо поднялось, все, запчасти подняются, мы не покрываем. На будущей неделе членам временной комиссии предстоит побывать еще в нескольких автопарках Караганды. По итогам выездов будут выработаны рекомендации. На их основании представители депутатского корпуса будут решать вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Первый Карагандинский. Тем временем уже завтра в Караганде не выйдут на рейс сразу три автобусных маршрута. Третий автопарк вынужден временно приостановить работу пассажирского транспорта номер 5, 8 и 51. Причина – нехватка водительского и кондукторского персонала. Соответствующее постановление уже передано в Акимат. О том, что три маршрута отменят, говорили еще неделю назад. Перевозчик твердо решил, пока не повысится тариф на проезд, работы себе в убыток они не будут. Уже 5 сентября «восьмерка», «пятерка» и «51» не выйдут на дороги Караганды. Автопарк номер 3 написал в отдел ЖКХ, что приостановит движение временно. Сам комиссия Акимата уже решает данный вопрос. В настоящее время Акиматом рассматривается финансовая и хозяйственная деятельность автопарка, проверяется. Параллельно рассматривается вопрос о повышении тарифа, либо субсидировании из бюджета. Окончательная цифра еще не оглашена. По предварительным результатам комиссии убытки имеются автопарка. Между тем, третий автопарк из-за финансовых проблем вынужден почти вдвое сократить графики движения некоторых маршрутов. Полностью отменены дачные автобусы. Водителей и кондукторов не хватает. С теми, кто есть, нечем расплачиваться. Многомиллионные долги перед кредиторами и действующий тариф не покрывают расходы перевозчика. На приобретение взятых кредитов 3,5 миллиарда, значит на оборотные 1,4. А вот горожан отмена маршрутов номер 5, 8,51, которые, к слову, имеют солидный пассажиропоток, не порадовало. На чем добираться до мест назначения, карагандинцы не знают. Мы и так мучаемся, если у нас и дети учатся, нет, это невозможно. Что же мы в черте города живем, и так мучаемся. Сейчас первый? Да. Надо наоборот побольше автобусов пустить. Потому что он единственный, который такой большой, этот, протяженность, во-первых. Во-вторых, он охватывает Михаиловку, там ездить вообще невозможно. Ну, я не знаю, надо увеличить количество, а не убирать маршрут. Ну, это всегда обидно, когда пассажиров много, а рейс отменяет. Это очень плохо. Потому что и так люди по часу ждут. А если эти автобусы будут ходить, то еще больше будут ждать. Привемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Привемся на короткую рекламу. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. На свалке Караганды уничтожили конфискованное имущество. Под колесами бульдозера оказались алкогольная продукция, сотовые телефоны и посуда. За процессом наблюдали судебные исполнители, санитарные врачи, финансовые полицейские и налоговики. Продукция, подлежащая уничтожению, оказалась вне закона. Алкоголем торговали без лицензии, а сотовые телефоны изъяли у заключенных. Всего порядка 800 наименований. К слову, имущество пытались пристроить, причем на безвозмездной основе. Однако из-за сомнительного прошлого оно оказалось невостребованным. На интернет-ресурсе департамента вывешено объявление о безвозмездной передаче в социальные учреждения. Имущество, которое подлежало, естественно, алкоголю и так далее. Те же сотовые телефоны, однако ввиду невостребованности оно выставлялось в комиссионных началах. И ввиду того, что не реализовалось, было уничтожено. Уничтожению подлежали и несколько покерных столов, тысячи игральных фишек и DVD-дисков. Контрафакты, оборудование которое изъяли в подпольных казино, сегодня ликвидировали сотрудники финансовой полиции. Сложно представить, какую прибыль получили бы производители этих дисков, если у партия контрафактной продукции разошлась по рукам. Под гусеницей бульдозера оказались порядка 8 тысяч единиц контрафакта, среди которых 5000 DVD-дисков, 3000 игральных фишек и 5 покерных столов. Только за последние 8 месяцев сотрудники финпола выявили 17 фактов деятельности подпольных казино. В отношении их владельцев возбуждены уголовные дела. Предприимчивые бизнесмены умудрились организовать нелегальное игровое заведение в одном из автомоечных комплексов Тимиртау. Данное помещение тщательно охранялось, вход для посетителей был строго ограничен. Помимо организаторов в заведении находилось постоянно два дилера. Установлено, что в карточных играх принимали участие в основном от 6 до 15 человек. В основном это предприниматели, люди среднего материального достатка. Во время проверочных мероприятий в незаконном заведении находилось 6 игроков и 2 дилера. Это далеко не первый случай выявления подпольных казино. Также сотрудниками финансовой полиции выявлена незаконная деятельность игрового салона, расположенного в городе Балхаш, бизнес-центре, где данное заведение функционировало с выдачей денежных возограждений. Департамент по борьбе с экономическим и коррупционной преступностью по Карагандинской области просит сообщать о фактах незаконной деятельности казино и салонов игровых автоматов по телефону доверия 412677. Марк Брюшкол, Жаскобасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На портале электронного правительства стартовала новая акция. Принять в ней участие могут все пользователи ЕГОФ, оплатившие налоги через портал или его мобильное приложение. На протяжении всей акции состоится три розыгрыша призов по одному на каждый месяц осени. В рамках акции состоится розыгрыш 200 ценных призов, в числе которых 16 планшетных компьютеров, 16 цифровых фотоаппаратов и мобильных телефонов, а также 150 карт-ридеров для получения Е-услуг с помощью электронной цифровой подписи. После этого заявителю присвоят индивидуальный регистрационный номер, по которому и будет произведен розыгрыш. Прием заявок на участие в акции продлится до 17 ноября. Каждый участник может подать только один оплаченный им чек для участия в розыгрыше месяца. В ним розыгрыши участники могут просидеть за ходом выявления победителей, посетив ЦОН. ЦОН, который находится в городе Караганды, по улице Муканово 7, в котором установлена видеоконференц-связь. Марк Бешков, Жасгабасов, Марк Култенов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова